Музыка Мы очищаем остановки от объявлений, для того, чтобы наш город был чище, потому что мы в нем живем и важно для других людей. Для меня тоже важно, потому что я на этой остановке стою, жду автобус, и мне неприятно смотреть на облик там, где я жду автобус. Акция «День чистой остановки» у нас, ну, сам проект стартовал 23 августа, то есть информационные сообщения у нас появились в сети, и появились первые заявочки от горожан, потому что суть, сама идея проекта, что люди, они лучше знают свое место жительства, и, конечно, у многих наболело, что остановки, ну, иногда не то, что не в подобающем виде, просто остановками нельзя назвать, это уже просто рекламные какие-то щиты. И люди сигнализируют нам о наиболее проблемных местах. Мы с волонтерами берем несколько адресов, находящихся в одном микрорайоне города, чтобы это удобнее было, и выезжаем уже, очищаем эти остановочные комплексы. Первый выезд в рамках этого проекта был 25 августа. Очищали заречье остановочные комплексы, соответственно, успели три комплекса за полтора часа, там, чуть больше времени. Помогает нам спецавтотранс, реально помогает и техника, потому что просто вручную это было бы не сделать. То есть едет у нас машина-поливалка, она от обусной остановки обдает потоком воды, все эти объявления, соответственно, размягчается бумагой, и она уже потом легко удаляется вручную. Бумага удаляется, но не удаляется клей. И не удаляются надписи, которые оставлены баллончиками аэрография. То есть у ребят тоже есть специальная смывка, тоже нам коллеги спецавтотранс ее предоставили. Мы не можем использовать средства для того, чтобы очищать клей, содержащие кислоты, либо какие-то щелочи и так далее, чтобы это полностью удалять. Потому что здесь уже нужны средства индивидуальной защиты, и средства органов дыхания уже более профессиональные. И мы, конечно, не можем привлекать ребят несовершеннолетних к этому. То есть это уже труд, это должны делать люди профессионалы. Но, к сожалению, внешний вид остановки после, то есть мы даже фотографируем до и после, он все равно производит такое удручающее впечатление. То есть это уже, если это поликарбонат, то это затертый поликарбонат. Если металл, то он весь уже такой искореженный. Хотелось бы, наверное, этой акции показать, что лучше не делать этого и не отмывать, а первоначальный вид остановки, вот его беречь, я говорю, относиться к остановочным комплексам, да и ко всему городскому имуществу так, как мы относимся к своей мебели и любимым вещам дома. Потому что то, как оно было, красиво, чисто, оно не будет в любом случае. Мы убираем просто рекламные объявления навязчивые, которые, конечно же, портят вид, но мы не возвращаем первозданный вид остановки. Обратиться, оставить заявочку может любой горожанин. Заявочка, прикреплена форма в группе ВКонтакте Череповецкого молодежного центра. Там нужно указать адрес остановки, желательно точно, и проблему, то есть что там, надписи, афиши, листовки. Волонтеров на один выход мы ищем порядка трех-пяти человек. Соответственно, волонтером тоже может стать любой желающий. В основном это у нас студенты, школьники. И очень хотелось бы этим проектом обратить внимание, как делать не надо. Не то, что нужно больше заявок, и что мы все сходим и отмоем. Хотелось бы просто кричать о том, что берегите то, что есть, берегите свой город.